Восьмого ноября в Соединенных Штатах Америки состоятся выборы в Конгресс и Сенат. Они характеризуются как промежуточные, поскольку отличаются от основного выборного мероприятия выборов президента. Однако их значимость от этого нисколько не уменьшается, потому что в ходе этих выборов полностью переизбирается Конгресс США и меняется треть сенаторов. На данный период времени большинство мест и в Конгрессе и в Сенате имеют демократы и выборы имеют следующую динамику, что демократы это большинство могут потерять и большинство мест может перейти к республиканцам. В Конгрессе это более вероятно, в Сенате расклад сил более сложный, но тоже такая возможность может быть, что большинство перейдет к республиканцам. В связи со стремительно приближающимся горячим временем ряд американских СМИ заявил, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс. Аналитики обратили внимание, что в конце лета в социальных сетях активизировались фальшивые аккаунты, публикующие контент, направленные на дискредитацию демократов. По мнению экспертов, эти профили связаны с Россией. В качестве примера приводят учетную запись на имя Нора Берка в соцсети ГАП, популярной среди консервативной аудитории в США. В этом аккаунте в последнем месяце появилось несколько постов очерняющих президента США Джо Байдена и других представителей Демократической партии. Также автор жаловался на происходящий ныне политический конфликт между двумя нам известными странами. Ничего такого удивительного нет, но совершенно понятно, что это малоаргументированная такая попытка на фоне общей критики российской политики набрать какие-то дополнительные очки своим кандидатам. Поэтому в основном такие заявления делает Демократическая партия, которая, видно, что ее популярность снижается, и чтобы дискредитировать республиканцев, они бросают вот такие заявления. В условиях нестабильной политической ситуации многих на сегодняшний день интересует вопрос, как итоги выборов скажутся на поддержке Украины в конфликте с Россией. По словам эксперта, нынешние выборы вряд ли изменят общую политику США в отношении данного вопроса. Тем более, что в октябре текущего года принята новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов, в которых, в принципе, прописан алгоритм действий Соединенных Штатов на ближайшую перспективу по украинской проблеме. Поэтому ожидать того, что промежуточные выборы изменят общую политику США на этом направлении, не приходится. Сегодня американская социологическая система фиксирует снижение популярности президента Байдена, который является представителем Демократической партии и общее снижение доверия к партии в целом. Таким образом, шансы республиканцев на победу достаточно высоки. Карина Саяхова, Универньюс.